здравствуйте вы от откуда будете я из города владивосток слушать а вы следите за мировыми новостями есть у вас время я вот хотел спросить тогда вы знаете вот когда-то же украину называли второй франции до кучма что такое там говорил ну я его не избирал если что вот теперь вы за вы же знаете что от во франции то что происходит такое ощущение что франция теперь это вторая украина а вы не знали как что-то во франции все все элементы гражданской войны то есть там люди стреляют на улицах разграбляют оружейные магазины ну понимаете там у них очень сложно с этим у них там у полицейских очень ограниченные права ну вот а если ограничено кого-то за ну-ка сказать если кто-то с оружием а у тебя ограниченные права то ты прям в опасности о чем не переживать у нас не стреляет на улицах нет смысле вы действительно не знаете что происходит слушайте так вы знаете этот вершок самый мальчик мальчик которого до этого 1 40 задерживала полиция 17-летний ехал без прав на дорогущим за дорогущим мерседесе и когда полицейские его остановили они направили на него оружие но он потом взял и поехал полицейский выставил вот у нас стране у вас стране там в америке к примеру полицейский был бы прав то есть потому что ей человек без прав он хочет продолжать движение он представляет общественную опасность то есть он может просто он делал о том что он за мальчиком там у него задержание задержание там штук 40 и каждый раз его отпускали потому что он же мальчик он несовершеннолетний у него там и торгов там там и наркотики по моему у него там еще что-то он просто не белый а у них нельзя не белых обижать потому что иначе это расизм понимаете нельзя видите вот смотрите так у них сейчас то что происходит этого канале у них сейчас разграбляются магазины оружейные магазины нет конкрет перестали смотрите даже даже эти беспорядки перекинулись на бельгию то есть это не в одной стране началось уже там смысле глобально это все происходит там разграбляется магазин и сжигается мэрии сжигаются дома машины а вы думаете у все все в европе хорошо да я никого не просто вы поздевали такой момент интересный оказывается проблем не так понимаете к чему к сказать вот этот вот лозунг что усы буду украина он по походу как сказать воплощается нет он воплощается в жизнь понимаете то есть те кто вам помогают они становятся такими же они тоже разваливают свои страны но вы же понимаете что-то следствие политики не понимаешь да хороший вывод вы сделали из беспорядкового франции интересный такой своеобразный обсказал я угораю вообще из из франции жизнь и с вашей каскадь неосведомленности то есть вы такое ощущение что живете там где интернета даже не не всегда дали вам когда интернет дают по вечерам только или утром до вечера только хватает на рулетку да но у вас хотя бы в телевизоре показывает этого и телевизорами блин вы оторваны от мира как же так я думаю украинцы все-таки образованные все знают историю зная по недолбой не понимаем ничего не умею и уже три дня слушайте я вам очень сочувствую вот но связи с вашим положение как-то крепитесь там я надеюсь все будет хорошо у вас у вас там проблемы какие-то у нас проблемы да то есть вы считаете что я работаю на фсб ну надо же великую французскую революцию в днепропетровской области просто проспали у людей конституции написано что они идут европу а что в европе творится их уже не интересует то есть хрен с ним там просто идем европу это очень трагическая история я бы на месте все-таки вот парламентария в украины этих родников подумал о том чтобы вот это вот то ли гимн надо меня то ли конституцию на что там надо менять не тем путем идете товарищи